Разборы электрики для двухкомнатной квартиры. При входе в квартиру здесь есть розетка, проходной выключатель номер один, который включает вот этот светильник номер один, который может быть светодиодная лента в профиле, либо это линейный светильник. Здесь же домофон находится. Розетка в шкафу для сушки обуви и розетка для роутера, а также розетка интернет. Электрощиток мы тоже переносим в шкаф. В детской 10 и 11 люстра, они включаются при входе, также есть розетка при входе для пылесоса. Здесь на стеллаже мы включаем 17, 10 и 11 группу. 17 это бран над кроватью, по месту включаются. А 11 и 10 мы выключаем проходным выключателем. С этой стороны для этой кровати такая же ситуация. 18 это бран, 10 и 11 люстры включаются по месту. Две розетки для синтезатора. Здесь находятся тумбы и для них розетки на высоте 60 сантиметров. На лоджии рабочие места. Здесь к каждому месту рабочему по 3 розетки и включение светильника. 12 это с одной стороны включение по месту. И 13 светильник, он находится над другим рабочим местом. Также для него есть розетки для работы. 14 группа, общий свет, находится выключатель при входе в лоджию. Также здесь регулятор тёплого пола. Спальня. Здесь у нас первая группа. Мы её, напоминаю, включаем при входе, а выключаем вот в этом месте. Для того, чтобы не бежать к выключателю через весь коридор. Восьмая и девятая группа внутри спальни. Восемь это люстры над кроватью. А девять это подсветка внутри вот этой ниши. По месту. Мы включаем светильник, который над тумбочкой. С одной и с другой стороны. Здесь дополнительно есть розетки и выключатель. Можно предложить такой вариант, чтобы продублировать ещё выключение люстры и подсветки с этой стороны, потому что здесь достаточно близко они находятся. А вот здесь можно их продублировать и сделать их проходными. Десятая группа – это подсветка зеркала. Находится за зеркалом. Предполагается зеркало с такой линии подсветки по периметру всего зеркала. Выключатель. Десятый выключает это зеркало. Также здесь дополнительно есть розетка для фена, для чего-нибудь ещё. Комплект розеток для телевизора. И лоджия в спальне у нас. Здесь 15-16 группа. Это два бра над диваном. И потолочный светильник. 15. Он включается с этой стороны. Здесь же регулятор тёплого пола и розетка. На кухне. На кухне мы в коридоре включаем третью группу. Это группа вот этих вот. Группа общей подсветки, которая находится вот здесь. И внутри кухни мы её можем выключить и тут же включить в этом же месте подсветку над столом. За столом находятся на стене розетки для телевизора. И они находятся на высоте метр шестьдесят. Здесь розетка для холодильника. Духовой шкаф и кофемашина. Тоже розетки. Подсветка рабочей поверхности кухни 4. И включается она вот здесь по месту. Здесь три розетки на рабочей поверхности. И посудомойка. Розетка внизу. Так, вытяжка, варочная поверхность. И две розетки для сушильной и стиральной машины. Бра. В зоне дивана подсветка 17 включается по месту. Вот выключатель 17. На лоджии розетка для морозильной камеры. И две розетки для бытовых приборов. 18. Это подсветка. Это бра. Находится вот. Она показана здесь. И рядом с этой подсветкой, с этим бра находится регулятор теплого пола. Здесь же есть общий свет. Это 5. Включается вот с этой стороны. Также электрику по кухне нужно обязательно уточнить у производителей кухни. Потому что они рисуют техкарту, по которой должны делать основную разметку для кухни. Разводку для кухни. Вот такая вот электрика для двухкомнатной квартиры. for now. 25. 28. 29. 25. 21. 29. 30. 30. 32. 33. 71. 32. 32.